Девушки отдыхают Выбежать в своре и за скрипучий снег Оксана, глядя за зеркало, говорит Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша Полугод, люди, я совсем не хороша Разве черные брови и очень мои так хороши, что уже равных им нет на свете Ну что хорошего в этом носе, и в щеках, и в губах Будто хороши мои черные косы Ух, их можно испугаться вечером Нет, эх, нет, я вижу теперь, что я совсем не хороша Нет, хорошая, ах, как хороша, чудо Вокула, глядя за Оксаной в окно, чудная девка И хвостоства у нее немало Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядите на себя Еще и хвалит себя вслух Оксана, обернувшись, увидела кузнеца и вскрипнула Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вокула пытаюсь успокоить Оксану Не сердись на меня Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя Оксана смеясь отвечает Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди И садиться на лавку Позволь мне сесть подле тебя Оксана, оттолкнув его Пойди прочь, ты пахнешь дымом Я думаю, у меня все обморал свою сажу Отходит от него и снова охорашивается перед зеркалом Правда ли, что твоя мать ведьма? Что мне до матери? Ты у меня и мать, и отец И все, что не есть, дорогого нас нить Вишь ты какой! Однако ж девчата не приходят Что бы это значило? Мне становится скучно Так тебе весело с ними? Да уж веселее, чем с тобою Вакула, понурив голову, задумалась Что мне больше ждать? Она издевается надо мной Ей я так дорог, как пережарившая подкова Оксана, увидев подруг У Адарки новые черевички Ах, какие хорошие, с золотом Хорошо, Адарки У нее такой человек, который все ей покупает А мне некому достать такие славные черевички Вакула обрадована Не тот же мой, а не наглядная Оксана Я тебе достану такие черевички Такие редкая панночка носит Оксана удивилась Ты? Посмотрю я, где ты достанешь такие черевички Которые я могла бы надеть на свою ногу Разве те самые, которые носит царица? Если ты принесешь не те самые черевички Которые носит царица То вот мое слово Что выйдут тотчас за тебя замуж Прощай, Оксана Дурач, кого хочешь А меня не увидишь больше на этом свете Прощайте Бог даст, увидимся на том свете А на этом уже не гулять нам есть Не поминайте лихо Тот через трубу Вакуловой хаты Клубами повалил дым И пошел тучу и по небу И вместе с дымом поднялась ведьма Верхом на метле Это была Солоха, мать Вакулы Она поднялась так высоко Что только одним черным пятнышком Велькало вверху Вдруг с противной стороны Показалось другое пятнышко Увеличилось Стало растягиваться И вверху было не пятнышко А просто черт Мороз все увеличивался Ведьма сама почувствовала, что холодно Спустилась по воздуху Будто по ледяной богатой горе И прямо в трубу В Солохиной хате Не должны были встретиться Черт, голова и чуб Поэтому Солоха спрятала черта в мешок Вакула, думая в печали Неужели не выбьется из ума моего Это негодный Оксана Не хочу думать о ней А все думается И как нарочно О ней одно и только А чего это так Что дума против воли Лезет в голову Попробую еще одно средство Пойду к пузатому Запорожцу Кутюку Он, говорят, знает всех чертей И все сделает, что захочет Зваливает на себя мешок Щелкнул И отправляется к Кутюку Черт запрыгал в мешке от радости Но кузнец Подумав, что он как-нибудь Зацепил мешок И произвел сам это движение Ударил по мешку кулаком Встряхнув его на плечах Отправился к пузатому Кутюку Этот пузатый Кутюк Был точно когда-то запорожцем Но выгнали его Или он сам убежал из Запорожья Этого никто не знал Зашел в акула к Кутюку Я к твоей милости пришел, Кутюк Кутюк поднял голову И начал есть галушки Ты, говорят, не во гнев Будь сказано Приходишься немного сродни черту Кутюк поднял голову И снова начал есть галушки Пропадать приходится мне грешно Ничто не поможет мне на свете Что будет, то будет Приходится просить помощи У самого черта Патюк поднял голову И опять начал есть галушки Что ж, Патюк, как мне быть? Патюк отвечает, продолжая есть галушки Когда нужно черта То иступай к черту В акула кланяясь Для того-то я и пришел к тебе Кроме тебя, думаю Никто не знает к нему дороги Сделай милость Человек добрый, не откажи Расскажи хоть, как попасть к нему на дорогу Патюк доедает галушки и говорит К тому не нужно далеко ходить У кого черт за плечами Ничто, удивляется в акула Заглядывает в мешок И видит там черта А черт ему в ответ Это я, твой друг Все сделаю для товарища и друга Денег дам сколько хочешь Оксана будет сегодня же нашей Не изволь За такую цену готов быть с твоим Отвечает в акула Черт, насмехаясь Ну, в акула, ты знаешь Что без контракта ничего не делаю В акула, заложив руку за спину Хватает черту за хвост Я готов У вас, я слышал Расписывается кровью Постой же, я достану в кармане гвозь Черт, смеясь Видишь, какой ты шутник Ну, полного акула Побаловал и хватит Постой, голубчик Стаскивает черта со спины за хвост Будешь ты у меня знать Как подучивать на грехи добрых людей Садиться черту на спину Черт жалобно стонет Помилуй в акула Все, что для тебя нужно Все сделаю Отпусти только душу на покаяние А, вот каким ты голосом запел Теперь я знаю, что умеет делать Вези меня сей же час на себе Слышишь? Да несись, как птица Куда тебя нести? В Петербург Прямо к царице Верхом на черте кузнец полетел в Петербург Все было светло в вышине Воздух в легком серебряном тумане Был прозрачен И вдруг заблестел перед ним Петербург Весь в огнях Приземлившись Перед дворцом Робко следовал кузнец Опасаясь на каждом шагу Поскользнуться на паркете На прием к царице Вакула обратился к царице Ваше царское величество Не прикажите казнить Прикажите миловать Из чего не в огне будет сказано Вашей царской милости Сделаны черевички, что на ногах ваших Я думаю Ни один шевец Ни в одном государстве на свете Не сумеет так сделать Боже ты мой Что если бы моя жимка Надела такие черевички Царица, глянув на кузнеца Ответила Если тебе так хочется Иметь такие башмаки То это нетрудно сделать Принесите ему сейчас же Башмаки Самые дорогие С золотом Возьми себе мои черевички Добрый человек Вакула кланяется и отходит Спасибо Черт Вынеси меня скорее отсюда И полетел кузнец домой Еще быстрее Несли черт с кузнецом И мигом очутился Вакула Около своей хаты Тут, схвативших воростину Отвесил он черту три удара И бедный черт Припустился бежать После всего Вакула вошел в сене Зарылся в сено И проспал до утра Стоя у окна Оксана грустно рассуждает Что если он в самом деле ушел И никогда не вернется в село Что если он в самом деле Решился на что-нибудь страшное Чего доброго Он же так любил меня Вакула появляется в доме Погляди, какие я тебе принес черевички Те самые, которые носит сама царица Оксана радостно вскрикивает Нет, нет, не нужны мне черевички Я без черевичков тебя люблю